Если нести слово Божие не церковной молодежи, можно организовать много направлений интересной работы. В этом уже убедились в Екатеринодарской епархии. В праздник Среди Негосподня Краснодарский храм иконы Божьей Матери Целительницы впервые собрал под своими сводами руководителей всех отделов Департамента молодежной политики Краснодарского края. Необычная встреча была приурочена ко Дню Православной Молодежи. Беседу с гостями провел штатный священник храма Целительницы, отец Дмитрий Руднев, который возглавляет епархиальный отдел молодежного служения. Поскольку общение состоялось в день Большого Двунадесятого праздника, батюшка предложил вниманию собравшихся рассказ об историческом событии праздника Среди Негосподня, о его значении в жизни Церкви. Рассковор коснулся подготовительных к Великому посту недель, тем покаяния, исповеди, причастия и места этих таинств в жизни православного христианина. Сегодня мы проводили встречу в храме в честь иконы Божьей Матери Целительницы. С представителями и работниками Департамента молодежной политики Краснодарского края присутствовали практически все руководители, руководители отделов, все сотрудники, с которыми мы сегодня пообщались и традиционно установили сегодняшний день праздновать как начало рабочего года, совместного рабочего года, который мы проведем уже в совместных мероприятиях, молодежных акциях. Новый рабочий год по проведению совместных мероприятий начали с молебна. Первая встреча с руководителями и работниками Департамента молодежной политики имеет значение не только для города, но и для всего края. Ведь совместные молодежные мероприятия, акции, которые намечены для проведения, должны будут собирать молодежь со всей Кубани. И главное, будут привлекаться молодые люди, которые пока находятся вне церковной ограды. Возможно, от чьих-то сердец коснется благодать Божья. В праздник Сретения Господня молодежные встречи проходили во многих храмах кубанской митрополии. Каждый раз, приходя в храм, получаешь такое одухотворение. И сегодня не зря, ведь сегодня по всей Кубани, во все храмы пошла молодежь. Она, конечно, и так ходит, но сегодня мы обратили на это внимание. Ведь не зря сказали, в этот день совпадает с церковным праздником Сретения, когда Иисус пришел в храм. И сегодня молодежь пошла в храмы и помолилась на добрые дела. Совместные церковно-светские мероприятия будут проводиться уже совсем скоро.